Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я рада приветствовать вас на моем канале. И в тайских штучках я хочу сегодня буквально несколько слов сказать о разных ароматах. Это ароматические композиции. И среди них вы видите с очень близкими названиями. Это три флакона семи морей. Это Атиан, это Атианский бриз. Морской бриз. И здесь же его просто никуда отдельно невозможно поместить. Но это аромат воздушной стихии, озон. О нижних ароматах Атиани и Семи морях были сняты отдельные видео. А вот описание морского и атианического бриза, а также озона просто нигде не найдено. Может быть когда-то через некоторое время появятся и они. Но пока такой детальной детализации что ли этих ароматов нет. А выдумывать что-то свое несуществующее я не считаю возможным для себя. Я хочу просто сказать несколько слов. Я эти сейчас уберу в сторону и направлю взгляд камеры вот более сюда. Хочу сказать следующее. Что вот эти ароматы и те кто их пробует, ощущают и я сама могу характеризовать как ароматы больше мужские. Либо унисекс. И более их используют именно как парфюмы. Либо берут для использования в качестве, ну таких вот благовоний или для ароматизации помещений. Но чаще всего это в салоне автомобиля. И на самом деле вот это с одной стороны и свежесть Атиана. Это то, что нужно как для жаркого лета, так и для любого. Наверное, когда кондиционер в машине работает и когда печка работает, наверное, это еще более востребовано. Это аромат Атиана с легким привкусом мяты, который дарит легкость, безмятежность, спокойствие. С другой стороны, это и подправляет здоровье, являясь антисептиком. При бессоннице, при стрессе, нервозности, напряжении, усталости, при нервных болезнях, при болях и спазмах можно использовать вот данные ароматические масла. Это настоящий подарок тайских мастеров тем, кто страдает как от летней духоты и не может вырваться к морю, так и от какой-то духоты и жары и сухости в зимнее время. Достаточно открыть флакончик и свежесть океанских волн или морских волн, или такой аромат морского бриза избавит вас и от удушающей жары, и наполнит новыми силами, и позволит хотя бы на мгновение перенестись на берег Атиана, где аромат соленой воды смешивается с ароматом прибрежных трав. Этот аромат уникален, его сложно произвести, но он воспроизводим, если правильно подобрать ароматические масла. А как я уже говорила, в основе лежат именно композиции. Сюда входит и мята, и лаванда, и бергамот, эвкалипт, может быть что-то еще, и розмарин. Вот эти основные ингредиенты. Видимо в каждом пузыречке с разными названиями он смешивается в разных пропорциях. Тут я сказать ничего не могу, но к аромату озона добавлено что-то еще. Я не могу разложить вот эти ароматы по нотам, они именно гармонично сплетены, но ощущение, если говорить об озоне, это вот абсолютно точно. Настолько свежий какой-то пронзительно чистый аромат, который наступает перед дождем или сразу после него, эта нота, этот акцент отличает его от морских ароматов. Но вместе с тем и чем-то немного объединяет. Ну, наверное, вот этой вот легкостью, ненавязчивостью, чистотой. Поэтому вот такие ароматические масла, они правда, они очень-очень востребованы, очень легки. Они приятны очень в использовании, как дома, так и где-то за пределами дома. Ну, в частности, я говорю, в салоне автомобиля. А если вы еще и наносите их на себя, либо в виде спрея, либо в виде парфюма, хотя говорят, что ароматические масла лучше на чистые, на такие незащищенные участки кожи лучше не наносить, но это те ароматы и те масла, которые абсолютно не вызывают раздражения, какой-то аллергической реакции. Во всяком случае, у меня на эфирные масла это ожоги и раздражение, и жуткие аллергические реакции. От этих у меня ничего подобного не бывает. Я думаю, что и у других пользователей точно так же ничего страшного не происходит. Поэтому я настоятельно рекомендую попробовать обратиться вот именно к таким очень приятным, очень успокаивающим, но с другой стороны весьма бодрящим ароматам. Попробуйте, и вы будете несказанно довольны. Спасибо за внимание. Всего вам самого доброго.